Здравы будем, люди добрые! Тема моего выступления сегодня от имени Совета Согласия, который уже в течение трех лет трудится над формированием образа будущего. К сожалению, мы в большинстве форумов, собраний высказываем негативные отношения к настоящей нашей действительности. И далеко не многие формируют, что же мы хотим в своей стране, в своем государстве. На землях, на которых мы живем, что же мы хотим построить. И как раз наша секция, секция образования, она как раз и назначена формировать этот образ будущего. Потому что будущее – это новое поколение, это наши дети, внуки, правнуки, которые будут жить в той державе, которая будет для них не мачехой, а родной, любящей мамочкой, добрым, справедливым отцом. И эта держава как раз и мы предлагаем тот образ, который мы нарабатываем в течение многого времени в дискуссиях самых различных движений, направлений. И таким образом мнение каждого жителя, каждого человека, который проявлен в наших землях, должен был быть учтен его интерес, его пожелания в том образе, который мы должны создать притягательным, красивым, добрым и справедливым для каждого человека, который захочет жить в этой державе, а затем и своим примером показать другим народам нашей земли о том, куда нужно стремиться человечеству. Я не буду останавливаться на нынешнем состоянии общества, на нынешнем состоянии глобализации и прочих всех этих. Мы об этом достаточно говорили. А начну с самого главного. Кто живет в этой державе, кто есть человек, для чего он воплотился на земле матушки, ну и, соответственно, этот вопрос, он, в общем-то, все человечество волнует на протяжении многих столетий. Философская мысль задает кривичных кантовских вопросов. Что есть человек? Кто создал человека? И для чего его создали? И у русского мира есть ответы на эти вопросы. Согласно кону подобия, а это кон Всевышнего, кон правила, по которым существует мироздание, что наверху, то и внизу, человек есть воплощение Бога на земле. И об этом говорится во многих писаниях, источниках, как ведических, так и христианских, и прочих всех религиозных, скажем, отражениях, которые существуют в нашем мире. И в Ветхом Завете об этом прямо сказано. И создал Бог человека в шестой день свое творение по образу своему и подобию. И создал их человека единичью. А состоит человек из двух половинок. И создал их, мужчину и женщину создал их. То есть получается, что человек – это единство мужского и женского начала. Поэтому в каждом человеке есть Божья искра или Божественный дар, или Дух Всевышнего, который в нем проявлен. Потому что человек – это три единства. Духа, как части Всевышнего, животворной его энергии, души, как опыта всех воплощений человека, так и телес, в которых он проходит свой жизненный путь, выполняя свое предназначение. Поэтому наша задача каждого из нас, живущего на нашей земле, это осознать в себе вот это три единства, это свое подобие Всевышнему, Творца и Вседержителя этого мира. И наша задача пробудить создание родовичей для принятия и осознания вот этого Духа или в нашей традиции называется Аз, то есть Я есть Дух Всевышнего, который проявлен в этом мире. И осознание этого Аза, то есть первопричины всех наших созидательных действий, и этот дар божественный, дар Творца раскрыть в себе, стать сотворцом, соавтором Бога на земле. и, соответственно, в своем этом воплощении пройти свой жизненный путь так, чтобы в конце жизни вы могли сказать, что да, я сотворил в этом мире нечто божественное, нечто светлое, нечто новое, которое принесло мне, роду, народу, державе и всему мирозданию благо, которое дальше расходится по земле новыми свершениями. Поэтому, когда мы созидаем свой собственный мир, ибо каждый, находясь в своем, скажем, поле творения, создает свой собственный мир. И потому в зависимости от направленности ваших помыслов, ваших действий, ваших мыслей, тот мир, который по кону притяжения, ибо подобное притягивает подобное, он вокруг вас формируется. И если у вас светлые, добрые помыслы, то в самые жуткие, лихие испытания человек с такими светлыми образами в своем сознании он просто не заметит. И в то же время с темными помыслами люди живут в состоянии боли и страдания в самые благоприятные периоды развития общества. поэтому когда мы осознаем в себе триединства Духа, Души и Тела, мы становимся, как я уже сказал, творцами и сподвижниками, вседержителями этого мира. И когда мы говорим о будущем устройстве нашего общества, мы его назвали держава света или держава Русь, потому что Русь это на старорусском языке это и есть свет, это и есть русый человек, это светлый человек и так далее. Поэтому держава Русь, которая должна проявиться в нашем окружении, она прежде всего начинается с каждого из нас. Если мы свет своей души проявляем в себе, то этот свет соответственно будет проявляться и в нашем окружении. И соединяясь единое целое, то есть создаст тот образ будущего, который мы в себе соединяем. И в каждом русском человеке носители русского культурного кода генетически заложено божественное начало. Каждый русский человек признает себя потомком богов, переходит в состояние творца и становится творцом своей судьбы, своего окружения, своего собственного мира. Поэтому цель Руса соединиться в духе с Богом, осознать себя его частичкой, его проявлением и раскрыть себе ту божественную искру, которая позволит ему заняться своим творческим делом, то есть тем, что у тебя лучше все получается, тем, к чему у тебя наибольшее стремление, тем, что приносит тебе радость, счастье, творческого труда. И вот эта задача, которую мы должны проявить в себе, в своем окружении, своих родных и близких, своих потомках, это как раз задача простая и в то же время сложная. Своим примером показать, как мы должны проявлять себя в этом мире. ибо как мы ребенка не воспитываем, он всегда повторяет поведение своих родителей. Сколько ты ему не говори, но он будет выполнять именно то, те действия, тот образ, который ему дают его родители, отец и мать, если они ведут праведный, благородный, красивый образ жизни, то и ребенок не требует никакого себе особого воспитания. Но мы должны понимать, что триединство, воспитание, образование и просвещение, о чем я скажу дальше, это как раз залог формирования вот этого человека, сотворца со Всевышним. и преображение человека в этого сотворца это задание от Бога, ибо каждый приходит в этот мир, выполняя некое предназначение. И оно проявляется в наших мыслях, словах и словах. И когда количество людей себя и преобразивших свое сознание, знание со Всевышним, тем самым преображается и все общество. И когда достигнет критического значения, а концепция общественной безопасности говорит, что 3-5% общества, перешедшие на единую созидательную деятельность, они преображают все общество. Поэтому наша задача начать с себя и со своего окружения. И наше преображение начинается прежде всего через нравственность. то есть чистоты мыслей, слов, поступков. И мы должны следовать известной аксиоме «хочешь изменить мир, измени себя». И чтобы построить державу света на земле, нужно найти свет внутри себя. Нужно передать его своему ближнему и тогда соединившись в едином свете это скажем область единства в духе, единства в свете разойдется кругами вокруг вас и соединившись с каждым полем творения каждого из нас создать единое поле творения. Поэтому объединение всех азов, всех душ проявленных в этом мире в духе, в боге это и есть тот замысел, который Всевышний воплотил в наших телах, в наших душах, в нашем духе. То есть объединение сотворцов этого мира должно стать предтечей объединения всего общества. это ключевой момент в творческом росте каждого родовича. И самое главное, что человек делает в своем воплощении, это делать все с любовью. То есть в сердце каждого руса должны царствовать красота, любовь, творчество и как вершина всего этого Бог как творец и вседержитель. А основой его жизни, его проявления в этом мире является его семья, род и свободный творческий труд. И став азом, человек, живущий по божественным конам, живет в любви, радости и счастья своего творения. И вот тут проявляется креединство, благо, которое в обществе, в общинном устройстве нашего общества является основой. Человек, который переходит на этот уровень осознания, он становится творцом и бескорыстно благо дать создает для своего окружения. И когда общество получает от каждого из нас вот это творчество, этот продукт нашего творчества, оно пребывает в изобилии и дает возможность каждому своему родовичу получать благополучие. И тогда это все общество пребывает в благодействии. Вот это триединство блага, благодати, благополучия и благодействия является залогом и основой будущего устройства державы Русь. Какие же основные черты мы видим в будущей державе, будущей державе света? Назовем их четыре. В дальнейшем наверняка будут добавления, исправления и в творческом развитии нашего общества будут учтены все пожелания родов, общин, народов, которые войдут в нашу державу. И первое самое главное качество или черта нашего будущего общества это единство многообразия. То есть каждому человеку, каждому роду, каждой нации, каждому народу находится на земле свое место, связанное с его культурными и историческими особенностями. Русский мир никому никогда не навязывал свои культурные традиции. Никого не пытался переделать под себя. и только люди, видя некие позитивные, красивые культурные особенности, принимают их для себя как норму своей жизнедеятельности. И русский мир, наоборот, исходит из того, что этническое и ментальное разнообразие это залог просветания человеческой цивилизации. так же как разнообразие живых видов это залог многообразия, залог развития окружающей нас природы, то есть то, что находится в природе. И вот это многообразие дает возможность каждому человеку, каждой душе по кону доброй воли выполнять или следовать тому предназначению или тому образу действий, который наиболее ему приемлем, приятен и, соответственно, тому, чему он стремится в своей созидательной деятельности. Поэтому, когда мы говорим о коне доброй воли, а воля это изначальное отсутствие принуждения, которое дано Всевышним каждому, но и в то же время воля это умение проявлять свою твердость в выполнении своего предназначения и, соответственно, в избавлении или ограничении своих потребностей в том качестве, когда он хочет принести благо окружающим. То есть, умение ограничивать свои хотелки, которые зачастую приводят к ущербу общественным интересам. вторая черта общества державы света это общество творцов. И первейшая задача державы и общества создать такие условия, чтобы каждый человек смог реализовать свои уникальные способности, раскрыть ту самую божественную искру в себе, осознать себя частичкой Всевышнего духом или азом. Общество творцов выходит на уровень, на новый уровень развития человечества, семьи и общества. И общество должно быть построено по принципу семьи, чтобы обеспечить раскрытие талантов каждого человека, его предназначения. А что такое семья? семья это семь проявлений моего я. Когда прадед, дед, отец, я, сын, внук и правнук живут на улице у лица усадьбы друг друга и когда на этой улице правнук получает воспитание от прадеда, наставление и образ его деятельности, то традиция, культура передается из поколения в поколение без искажений и вот эта улица дает, воспитывает новых творцов нашего общества. Третья черта общества державы света это безусловная любовь. Мы создаем общество творцов, но творчество не может существовать без любви и чем больше человек вкладывает любви в свое творчество, тем большую часть своей души он вкладывает в свою деятельность, в свое созидательное творческое начало и тем более востребовано будет то, что он производит. Поэтому, когда мы говорим о том, что вся продукция, которую мы созидаем, она должна практически существовать или его время работы настоящее развитие технологических процессов может существовать практически вечным. И у нас есть примеры того, что автомобили у нас были выпускались еще в 90-е годы с пробегом двигателей миллионники, пробег там несколько миллионов и даже до сих пор они в течение десятков лет продолжают работать. Так же, как, допустим, те же холодильники советские еще до сих пор продолжают работать. Когда это делалось с любовью, когда это делалось на благо общества, это все может существовать и работать очень длительное время, при этом окружающей среду мы отбросами своего бракованной продукции не загаживаем, и мы тогда пребываем в чистоте и гармонии с окружающим миром. Поэтому, когда мы говорим о том, что каждое изделие должно выпускаться с любовью, мы должны понимать, что само слово «любовь» это тоже есть образ, который согласно древней славянской буквице раскрывается, как люди Бога ведают. И когда они ведают Бога в своей душе, они создают такое же вечное творение, которое создал Бог в образе нашей Вселенной, в образе нашей Солнечной системы, в образе каждого из нас, которые здесь проявлены. И как раз о чем я и говорил, в этой любви соединяется благодать благополучие и благодействие. И любовь исходит от каждого ко всем и от всех к каждому. Любовь имеет в себе самую мощную созидательную силу во всем мироздании. Любовь ко всему сущему, любовь безусловная, является живительной и созидательной силой, которая наполняет все пространство света. И когда человек живет с постоянной любовью в сердце, то весь мир открыт к ним. И как я уже говорил, вокруг него созидается поле благополучия, и в любых условиях он пребывает в счастье, радости, творении этого мира. Для него не существует тайны, загадок. Вся Вселенная помогает ему и отвечает на все его вопросы. И только через любовь человек способен познавать, и только с любовью перед ним открывается истинное ведание об окружающем мире. Ну и наконец, четвертая черта общества, державы света, это семья. Как продолжение рода, как человек в своем единстве, о чем я сказал в начале. и семья выполняет триединную миссию воспитания, образования и просвещения каждой души, которая приходит в мир. К сожалению, в большинстве докладчиков, которые мы вчера прослушали, вот это триединство, оно никак не отражено, о просвещении вообще никто не сказал. Воспитание смешали с образованием. Кого мы можем образовать, если мы его человека не воспитали, как человека общинного, как человека готового приносить благо окружающим, если мы воспитали эгоиста, воспитали себе любца, воспитали монстра, который считает себя центром вселенной и все ему обязаны. И когда мы ему даем образование большое, и когда мы забываем о том, что его нужно просветить, то есть направить к Богу, мы выращиваем грефов, мы вырастаем всяких, выращиваем тех, скажем, извращенцев, которые нынче правят всей Европой, имея высокое образование, они приносят наибольший вред обществу своим эгоцентризмам, своим отношениям, скажем, природе и Богу, как нахлебники, паразиты нашего общества. Поэтому, когда мы вот это триединство, воспитание, а воспитание начинается в семье, ребенок, когда он еще лежит поперек кроватки, тогда ему можно что-то воспитать, рассказать, показать, научить своим примерам, как относиться к друг другу, научить его бескорыстной любви к своим братьям, к своей папе, маме, бабушкам, дедушкам, то есть привить ему общинность, привить ему коллективизм, и те навыки, которые делают человека именно человеком, а не индивидуумом, той паразитической единицей, которая все пожирает вокруг себя. И когда ребенок уже вырос, нам говорят, вот в институте мы должны воспитывать, кого вы уже воспитаете в институте? Я работаю с 2007 года в университете, те, кто приходят воспитанными, они и есть воспитанные, те приходят, скажем, мягко сказать, не социальными, их уже воспитывать бесполезно. И то образование, чем больше образования мы таким людям дадим, тем больше вреда они принесут обществу. Поэтому начинать, говорю, воспитание, нужно самого младенчества, детский садик, школа начальная. Вот это те основы, где происходит основное воспитание. Образование это привитие или предоставление человека каких-то трудовых навыков, профессиональных, которые дадут ему возможность в дальнейшем созидать что-то в этом мире в соответствии с его нравственно-этическими качествами. Ну а дальше уже начинается просвещение. То есть душа или человек становится проводником света. И для того, чтобы он осознал, где у нас, в каких школах, в каких программах говорится о просвещении, как приобщении человека к творческой созидательной деятельности творца. Я такого не встречал. Поэтому мы как раз в державе света должны вот этому триединство формирования человека, воспитания, образования, просвещения, они должны следовать как в единой связке созидания нового человека. поэтому когда мы говорим о семье, мы должны понимать, что семья это первичная ячейка общины. И таким образом общинное взаимодействие начинается в семье. То есть процесс воспитания это процесс и предоставить возможность каждому каждой семье находить время для воспитания это одна из главных задач общества и в державе света этому будет деляться очень важное внимание значение потому что с этого начинается благополучие всего общества. Ну а просвещение превращает человека в носителя света когда каждый родович несет свет в этот мир. И человека надо учить любви. И лучше всего это делается в семье. Родители первый главный пример безусловной любви который дети видят с малых лет. И как я уже сказал как не воспитывая ребенка он проявляет все качества родителей которые он видит с младенчества вокруг себя. Собственно это и есть главная задача института семьи это научить человека любить любить своих близких свой род свою родину свое отечество любить землю нашу весь окружающий мир ну и соответственно Бога мироздания поскольку это все единое тело Всевышнего который создал нас и все окружение ну и перехожу к тому что мы подразумеваем под державой света и наша цель создания державы света русов родовых носителей света а Россия это является носитель божественных конов с миссией преображения всей планеты земля миссия россии спасти мир своим примером прийти к осознанию Бога и показать остальным народам как можно прийти к Богу а держава Руси это объединение родов и общин Руси на базе копного вечевого и державного права общества добра чести справедливости системы управления самодержавия народа под руководством манарха где ман это ум арх это высший то есть лучший или человек а ман человек арх высший мы говорим архи важно и так далее то есть это лучший представитель наших родов это человек который готов выполнять свое предназначение готов следовать заповедям или иконам творца и готов выполнять советы совета старейшин или тех мудрых советчиков которые этому монарху подскажут те или иные действия которые должен произвести для блага всего общества поэтому когда мы говорим что самодержавие это то состояние общества когда каждый себя держит на основе тех неписанных а может быть и писанных правил по которым строится гармоничное ладное общество как основы само собой разумения и вот это самодержавие оно и будет как бы источником и носителем всего благодатного общества которое мы будем создавать и основой основной принцип построения державы света это единственное многообразие когда каждому человеку каждой народности каждой нации найдется на земле свое место сообразно его культурному коду сообразно его предназначение это создается самим создателем творцом и вседержителем таким образом воплощается идея общего созвучия и общего блага основой мироустройства державы света будут божественные иконы включенные в ее державное уложение или уклад и переход от той цивилизации лунной которая нынче существует на землях нашей Руси к солнечной культуре не может быть не революционным не эволюционным а только квантовым что это означает это когда каждый из нас проявив себе тот свет ту искру божью становится носителем проводником этого света для этого идет работа каждого над собой преображение общества и работа по созданию света это есть дело каждого из нас то есть русский мир а за ним и все человечество пройдет путь преображения через духовность и нравственность очень быстро в течение жизни одного поколения и мы должны в себе прежде всего и в своем окружении проложить путь от преображения человека к преображению общества государства ну и в конечном итоге всего мира поскольку человечество единое в духе и оно является телом нашего бога русский мир формирует мировоззрение через божественные иконы с целью вернуть в сознание наших родовищ образа отца небесного создать условия для каждого человека преобразиться до уровня бога а это и есть миропонимание которое мы должны проявить себя то есть мировоззрение оно зависит от точки зрения в которой мы смотрим на мир библейское мировоззрение одно ведическое мировоззрение другое мусульманское мировоззрение третье а когда мы понимаем окружающий мир в полноте и в полноте замысла творца и вседержителя вот это миропонимание исконное или истинное миропонимание как раз мы и проявляем в своем духе через правовую систему основанную на конах мы должны создать все предпосылки для реализации предназначения каждого через гармонию сердец мы должны стать единым народом родом чтобы единый народ сотворил державу света при этом держава света это не абстрактное понятие она живет в каждом человеке в каждой семье на предприятии в общине и так до уровня государства культ света или культура о чем мы говорим но зачастую не понимаем что оно в себе несет присутствует во всех жизненных аспектах в образовании в технологиях воспитании просвещении производстве и в общем-то во всех наших областях деятельности Русь держава света Русь и свет синонимы в русском языке а основа общественного устройства это общинность земство вместо экономики в державе света будет царство энергономика то есть поконный обмен энергиями между людьми государством природой согласно правилам или кону энергетического взаимодействия и мы обращаемся ко всем родовичам ко всем кто чувствует себя русичем носителем света вместе мы совершим квантовый переход в новый мир и создадим державу света и мы уверены державе света быть будь то слава Руси благодарим вас есть время на вопросы давайте я сделать потрясающе я считаю что цель форума вообще лави можно взять написать обзор мировозгремени изменения правительства всем странам всем народам я приехал из Крыма только для того чтобы действительно собрать таких людей и мы помогли вместе не только для Белорусской Украины для всей планеты Земля потому что Андрей Владимирович изложил основные тем более Срединский Клуб это основные каноны которые мы пока потеряли вернее мы имеем все об этом все говорят но только не согласовали можно попросить выступающего я на правах модератора расскажите про Срединский Клуб потому что я не слышал я думаю что многие поднимите кто не слышал про Срединский Клуб у нас просто выступающий он представляет Срединский Клуб кто не слышал ничего про Срединский Клуб расскажите я не представляю Срединский Клуб мы как бы наша общественная инициатива мы сначала провели совет мудрости то есть призвали всех неравнодушных собраться в едином Вместе есть у нас такая яркая гора, где представители самых разных движений, направлений, общин вместе выработали, научились слышать, слушать и понимать друг друга. И дополнять друг друга в качестве носителя нашего культурного кода, нашей русской традиции и культуры. Ну и затем в дальнейшем мы не просто один раз съехались, разъехались, а продолжали в течение последующих четырех лет проводить работу по формированию, по проявлению вот этих образов, тех, скажем, наших помыслов, которые бы мы хотели предложить обществу, как единой притягательной модели, которая даст возможность нашему народу объединиться. А территориально, есть какой-то территориальный принцип объединения? Мы, в общем-то, еженедельно проводим онлайн-встречи, поскольку мы представители самых разных регионов. И собираемся ежеквартально, то есть мы собираемся, проводим конференции на базе Народного славянского радио, проводим конференции очные, когда мы собираемся, ну, скажем, в тех местах, которые предложат кто-то из... Вот в прошлом году мы собирались Самарская Лука, собирались снова Яргора, то есть проводим как заочные, так и очные совещания, встречи. И мы привлекаем, приглашаем себе всех желающих, кто имеет желание, возможность, какой-то свой интеллектуальный потенциал вложить в дело совершенствования, развития и преображения нашего мира, нашего любимого Отечества, как как бы нашего общего дома. Вопросы из зала, время вопросов. Давайте я буду подходить к микрофону, и вы задавайте через микрофон, хорошо? Можно я выйду туда? Меня зовут Татьяна Ивановна Костюкова. Я вчера благодарна за вашу лекцию, и вообще я благодарю и клоняюсь всем, кто приехал на эту конференцию с разных концов нашей любимой страны. И я вчера взяла и просчитала, сколько же конференций я посетила за 42 года, как мы создали первую экологическую партию. Оказалось, 100, 1076. И на всех конференциях у нас говорят о любви, о свете, о чистоте и о порядке. Еще в 90-е годы я выступила на конференции по здоровью нации «Молодежь и духовные наркотики». Я благодарна молодежи, которые пришли сюда. Так вот, я нашла ответ, почему все наши предложения, наших прекрасных конференций, прекрасные предложения не принимаются у власти имущих. Оказывается, наши города и села, наши все главные здания административные, обсаженные туями, можжевельниками и самшитами. Они выделяют токсичный газ туен. У меня есть ответ технологического института, который работает как марихуана, разделяет работу левого и правого полушария. И что бы мы ни говорили, и что бы мы ни писали, это не принимается лицами, принимающими решения. Я 20 лет преподавала в Политехническом институте ценообразования и смертное дело и читала лекции на курсах повышения квалификации. Результат тот же. У вас сейчас время вопросов. Ваши униклиния о вопросах. Мой вопрос. Вот вы давали предложение. Какие из этих предложений, я давно вас знаю и давно вас слушаю, приняты на власти? Власть – это власть, которая создана, мягко скажем, нашими оппонентами. И они являются проводниками той библейской концепции паразитизма ростовщического, которая присутствует в нашем обществе. Поэтому, когда мы говорим о истинной власти, это мы сказали о самодержавии. Когда человек, каждый держит себя, держит свой род, свой народ, свою державу, в качестве носителями того блага, три единства блага, о котором я сказал перед этим. Для рассвета получил. Сейчас, сейчас, Аркадий Тимович. Да, плохо не говорит. Тем более, мы, смотрите, здесь надо тоже… Тут много других вопросов возникает. Много других вопросов возникает. То есть мы находимся на территории Республики Беларусь. Вы как бы из России. Вы какую власть имеете в виду? Понимаете, да? Власть любая, которая присутствует во всех странах мира. Все, вы поняли. Позиция понятна. Я бы хотел, я бы хотел в данном случае не вопрос задать, а как бы буквально минут на пять, как садокладчик, объяснить то, о чем, ну, уточнить смысл слова «свет», вообще, как вот сегодня говорилось, «свет», «свет». А я понимаю, что у многих сегодня здесь присутствующих возникает у умов, возникает недоумение некоторое. Что же такое «свет» и как я должен себя проявить? Как я могу этот «свет» дарить, там, нести «свет»? Это очень важный момент, друзья. Дело в том, что когда мы говорим, каждый из нас, мы проливаем «свет» в этот мир. Это обычное физическое явление. Как, например, мы на небесах видим, сталкивается вверх масса воздуха холодная и теплая, происходит столкновение. Что мы видим на небесах? Гром и молния. Вот то же самое происходит, когда говорит человек. Из его уст выходит воздушная масса температурой 37 градусов, ну, примерно. Сталкивается с внешней средой и происходит явление света, этого света на микродолях. Высокоточная аппаратура сегодня показывает, что из наших уст течет река света. Понимаете, в чем дело? Вот это важный момент. Чтобы мы это осознавали. И теперь надо еще очень важно понимать, что есть свет того света, а есть света этого света. И вот свет того света мы видим каждый день, когда безоблачная погода, мы поднимаем глаза и видим на небе солнышко. Друзья, это вот тот истотный свет, который творит жизнь во всех проявленных мирах. А в нашей традиции этот свет является кровью рода Вышнего. И вот в каждом из нас... ...все от мысли, но вы же от слова. Слова это же не мысли. Мысли, мысли. А мыслю не надо говорить. Мыслю не получать надо. Мысли, мысли. Слово, мысли. Мысли, мысли, мысли. Поэтому мысли, это мысли. Так, еще вопрос. Да, пожалуйста. Да, вопрос, да. У нас три минуты остается. Приседатель Международного фонда поддержки ветеранов, инвалидов и членов семьи погибших, при исполнении служебного долга, боевое образство без границ. Полковник запаса Сивокин Виктор Михайлович. У меня два вопроса. Первый вопрос. Можете ответить? Вот вы называете отечество и державу. А в чем разница? Вот я не понимаю, мне 70 лет. Отечество – это мужская проявленная энергия, которая держит наше общество в единстве. Вопрос, что мне объясните. Вот я ребенок. Я задал ему. Скажи, что такое отечество? Расскажите мне, я ребенок. Шесть классов, семь, восемь, девять. Я из деревни вообще-то родом. Пять братьев. Что такое отечество? Отечество – это та наша… Русским языком объясните, пожалуйста. Ну, я русскими объясняю. Отечество – это та, скажем, сила… Где его посмотреть? Скажите, где отечество у нас? Где мы вообще? Где на земле отечество наше? Скажите, что такое отечество? Оно в каждом из нас, во всем нашем обществе – отечество. Спасибо. И тогда… А держава? А держава – это единство всего народа в его взаимоотношениях друг с другом. А отечество – значит, не единство. Я боюсь, чтобы мое отечество я увидел в сто лет от Бреста в границах Дальнего Востока. Отечество мое. Я хочу вот русский язык. Почему вы русскими словами так вот бросаетесь действительно в энергию? И… Чуть-чуть, давайте… Не отвечайте. Потому что это все разные образы. Второй вопрос. Поэтому они называются так по-разному. Да, да. А держава – это то, что держит единство. А живем как на Луне. Отечество и Родину. Друг друга не знаем. И второй вопрос. Вот я не был в Америке. В Афгане был, да, куда Родина посылала. А скажите право, вот там такие конференции проводят или нет? Каждый год, каждый день или нет? Почему они побеждают? В Америке… В Америке проводят такие конференции, как у нас? Нет. А почему они тогда побеждают, а мы проводим, проводим, проигрываем? Конец вопроса. Ответьте, пожалуйста. Объясняю. Потому что они выполняют замысел, скажем, той программы, которая заложена в то же время в наше общество. Когда есть избранные и когда есть, скажем, ведущие, подчиненные образ жизни, мягко назовем. А вот потому что мы, вот этот свет Всевышнего, а потому что их ставленники находятся у нас. Владимир Владимирович Путин сказал, что в министерстве Ельцина, в каждом министерстве сидели ЦРУшные агенты. Вы должны уходить в специальную операцию для чиновников, правильно? Ну, это, я такого не говорил, а вы такое сказали, правильно? Хорошо. Спасибо. Но начинать надо с себя. Из себя нужно вытравить вот это вот паразитическое начало библейского замысла. Что они потеряли свою родину? И отдали его врагу. На этой замечательной оптимистичной ноте мы переходим к следующему. Спасибо. Ну, я вот самую главную мысль уловил, то, что точно с себя надо начинать, правильно? Вот, это вот важно. Про свет я, конечно же, тоже ничего не понял. Ну, просто простите, я пока еще, видите, не такой седой, как вы. Ну, важные моменты. Вот мне еще очень понравилось про образование. Потому что на сути секции, я на правах администратора, я понимаю, что вы уже как бы далеко ушли в вопросах, ну, философских обсуждений. Там они, конечно, имеют отношение к образованию. Но не прям, не прямое, не практичное. Вот, на мой взгляд. У нас более практичная секция, я, по крайней мере, так ее всегда ориентирую. И вот практичный момент я вынес из вашего выступления, с чем я точно сам лично согласен. Я с тем, что если мы образовываем человека, даем точнее, вообще образование – это обучение плюс воспитание. Это вот официальное положение такое. Не как мы интерпретируем, потому что я понял, что у вас есть альтернативная картина мира, вы ее как бы имеете, вы ее описываете, у вас есть клуб, где вы собираетесь, договоритесь с терминологией. Как бы это я понял. Но вот официальная позиция и в Беларуси, и в России, что образование – это воспитание плюс обучение. Я с вами точно согласен, что обучение, если мы человека будем только обучать, давать ему какие-то специальные навыки, знания и так далее, но при этом не будем воспитывать, точно мы вреда наносим больше, чем пользы. Это прям вот бесспорно. И здорово, что вы это озвучили, и мы с этого начали. Продолжение следует...